Будовнительство жилья и социальных объектов, капитальный ремонт и добрый упорядковый территория. Сегодня керавники всех районов столицы, разум с мэром Андреем Шурцем, провели традиционный восиньский объезд города. Как развивается система жильево-коммунальных господарков в Минске, и где до 7-го листопада открыть новые значные объекты Алексея Конратенко с подробностями. Сегодня керавництво столицы провело, как говорить, великий день открытых дверей. По традиции, листопад, нагода и махчимость особиста познайомится с новыми и цикавыми объектами городской инфраструктуры. Первый пункт объезда – Фрунзенский район. По объемах будовнительства один из лидеров города. Зрешты и домам со стажем тут так само надают великую увагу. После капромонта многие из них отримали другое жице. Развивается и система сбора сметця и доброго парадкования территорий. У этом переконався и мэр города. Далее у маршруте Андрея Шорца агляд физкультурно-оздоровленческих установ. Один из таких новых объектов на улице Чигуночной. На первом поверхе разместились одразу некольки теннисных кортов, а выше – залы для занятков разными видами спорта. Основная направленность нашего центра – это кинезиотерапия, то есть лечение движением. Мы рекомендуем посещение нашего центра людям, у которых проблема с опорно-двигательным аппаратом, то есть проблема с позвоночником и с суставами. Великая спортивно-забауная премьера 7 листопада чакая Менчан и на улице Яросеменки. Тут узвели физкультурно-оздоровленческий комплекс. Яркий дизайн, бассейн, боулинг, тренажерные залы – далека не увесь спектр яго махчымастей. У нас самый большой зал тренажерный, 640 квадратных метров, два зала фитнеса, зал функционального тренинга, зал бокса единоборства и отдельный зал пауэрлифтинга. То есть это работа с большими весами. Ясче один городский объект з'явился и на улице Ленина. Новый шматфункциональный комплекс по обслуговыванию автомобилей сполучает, как говорят, приемное с корыстным. Поколь машины приводят у парадок, их уладальники могут зазернуть у кафе. Такий сервис 2у1 так само стартует у листопаде. Любые виды по уходу за автомобилем будем полировать, восстанавливать покрытие, чистить салоны, поточные мойки, все виды услуг на любой вкус. Уклад малого и среднего бизнеса у развития экономики города больше, чем важкий. Треть столичного бюджета формируется минавита за кошт предпринимательников. Подтримка бизнеса, как и здоровый способ життя, по словам мэра, один из приоритетов столицы. Мы смотрим то, что сделано в том или иной районе города и каких результатов это достигло. Допустим, во Фруненском районе мы смотрели дворовую территорию, сбор, вывоз и безвреживание, коммунальных отходов, работа по техническому обслуживанию домов. В Московском районе мы посмотрели частный спортивный центр. Сейчас мы смотрим государственный спортивный центр, к которому нет аналогов как в Минске, так и на территории страны. И, в принципе, я думаю, что мы, если это вызовет такой положительный отвлек у минчан, то мы начнем их просто тиражировать по городу. Следующий объект у нас – товарищество собственников, где мы посмотрим, как частник обслуживает свои жилые дома. Благоустройство пермайского надворовых территорий с помощью граждан. Девять районов города – столько же объектов, сярод яких и листопадовские дебютанты на карте Минска. Гэта не просто новые будынки с новыми адрасами, а саправды установы – корыстные для многих граждан. Алексей Кондратенко и Виталь Селяука, Агентство Телиновин.